Доброе утро! В нашей студии уже появился мэр города Риги Нил Ушаков. Доброе утро! Ваше утро теперь начинается во сколько после того, как вы стали молодым папой? Ну, это уже не я решаю. Ну, вы стали вот в том-то дело. Сегодня как было решено? Ну, в принципе, если бы не нужно было ехать к вам на утренний эфир, я все равно мог бы куда-нибудь поехать. Ну, я предлагаю начать от большой политики, а потом перейти к делам насущным, уже городским. Ровно неделю назад, 3 июня, депутаты Сейма выбрали нового президента Латвии. Были ли среди тех, кто своим голосом помог одержать победу Раймонда Вейниса, представители партии Согласия? Наша позиция была, мы голосовали, естественно, все за своего кандидата Долгополова Сергея, и потом было принято решение, когда Сергей Долгополов в дальнейший тур не прошел, что мы не поддерживаем ни одного из кандидатов, и об этом мы сказали сразу. И сомневаться в действиях своих товарищей у меня повода не было. То есть вы уверены на 100%, что все они сдержали слово? Я не ходил ни с кем из них в кабинку для голосования, но обычно мои товарищи по партии в той или другой фракции поводов сомневаться не давали. Но до решающего раунда был перерыв 90 минут, и вы появились в Сейме. А зачем вы туда приезжали? Я появился в Сейме еще рано утром, когда было первое заседание фракции перед всеми раундами. Я председатель партии, и это моя работа, когда происходят важные, ключевые политические решения принимаются. Но быть вместе со своими товарищами, вот там дети решения принимают именно. Но с представителем других партий вы же тоже общались. Вы получали в тот день какие-нибудь заманчивые предложения, чтобы все-таки голоса партия отдала за господина Вейниса? Во-первых, начнем с того, что ни одна из партий, которая представляет коалиции, которые выдвигали с одной стороны Вейниса, с другой стороны Лавица, ни в какой форме не хотели поддержки от согласия. Это раз. Для нас, в принципе, вообще вопрос не был актуальным, поддерживать кого-то или нет, потому что нас об этом не просили. А если кто-то предлагал по-другому попросить, ну, опять же, разбирайтесь сами. Сможет ли господин Вейнис сплотить латышское и русскоязычное население, на ваш взгляд? Потому что многие высказывают мнение, что да, он тот самый кандидат. Господина Вейниса знаю давно, мы с ним сотрудничали, и когда он был министром по защите среды и регионального развития, и когда был министром обороны, я со своей стороны могу сказать, что у него есть потенциал. И я хотел бы пожелать нам всем, и не то, в первую очередь, именно латвийскому народу, а во вторую очередь, уже избранному президенту, чтобы он этот потенциал смог использовать. Это важно. Использует или нет, это мы увидим сами, причем достаточно быстро, но возможности у него такие есть. Но, на ваш взгляд, какими качествами он обладает? У него? А если хорошим? Ну нет, давайте, и не только. Нет, у меня нет повода критиковать Вейниса, мы голосовали за Долгополова, потому что это наш кандидат, и мы считаем, что Долгополов был лучший кандидат. Но у нас были в свое время жесткие, скажем, дебаты во время предвыборной кампании, что нормально. Но то сотрудничество, которое у нас с ним складывалось, и по утеплению тех же самых школ в Рижских микрорайонах, когда он был министром защиты среды, и мы получали деньги в рамках одной из программ, и заканчивая сотрудничеством, когда он был министром обороны, с ним можно работать. С ним можно работать, у него большой политический опыт, и, опять же скажу, потенциал у него есть. Но дай бог, чтобы использовал. Ну а какой он человек? Человек слова, человек, который отзывчивый. Ну как, характеризуйте. Сейчас все хотят понять, что это за... Какого президента мы выбрали? Да поймите меня правильно. Во-первых, он действительно хороший политик. А с другой стороны, ну мы только что выбрали президента, и начну через неделю сидеть и рассказывать, нет, он плохой. Ну зачем? Давайте дадим ему теперь возможность... Ну, мы не голосовали за него, но его выбрали. И Раймонд Свейнис в июне, в конце, или когда-то в начале июля, когда будет инаугурация, станет президентом всей Латвии. Давайте дадим ему возможность хоть какое-то, какое-то время не ругать, не критиковать, а проявить себя. Ну, через год будем говорить о его качестве. 20 июня с разрешения Рижской Думы в Вермантском парке состоится Европрайд. Мероприятие, которое уже разделило общество на тех, кто за, на тех, кто против. Комментируя решение мэрии, руководитель антиглобалистов Андрис Орл заявил, что, по его мнению, Дума приняла такое решение, либо под давлением иностранных дипломатов, либо в Думе работает много единомышленников мозаики. Так почему Дума приняла такое решение? Давайте всем объясним. Давайте начнем с антиглобалистов. Антиглобалисты подали заявку в Думу на проведение мероприятия, где написали дословный перевод для популяризации использования наркотиков, алкоголя и сигарет. Мы все предполагаем, что это была какая-то у них скрытая попытка или открытая попытка иронии. Но если ты пишешь заявку официально на проведение мероприятия, ты не можешь писать такие вещи, потому что это просто запрещено проведение таких мероприятий по закону. И если тебе потом сказали, иди перепиши, ты не должен обижаться, ты не должен искать где-то теории всемирного заговора, просто не нужно валять дурака. Это раз. А если мы говорим про то, что Европрайду было разрешено использовать парк, в данном случае Верманский, их заявка была первый раз, если по каким-то причинам было бы найдено решение не дать им возможность использовать Верманский парк, значит, нам нужно было бы им предоставить другое место. Потому что у нас, если мы говорим про самоуправление, право запретить какое-либо мероприятие, если только в том случае, если у нас есть из полиции безопасности документы о том, что это мероприятие предоставляет угрозу. У нас таких документов нет. То есть мы не имеем возможности что-либо им запретить, мы должны просто принять к сведению. Если мы говорим про Верманский парк, то с точки зрения, если мы говорим о Европрайде, это наилучшее решение, потому что это закрытая территория, которая находится за забором. Если бы антиглобалисты смогли бы правильно оформить заявку, вовремя ее подать бы, прочитать правильно законы его исполнить, и они бы получили право свое мероприятие проводить в Верманском парке, тогда бы в Верманском парке находились бы за забором антиглобалисты, а мероприятие Европрайда нам нужно было бы им предоставить, я не знаю, или эспланаду, или какое-то другое место, потому что запретить по закону мы не имеем права. Но в любом случае мероприятие вызовет большой резонанс. Будет ли Рига готова, если все-таки будут какие-то провокации? То, что мы сейчас видим, что есть... Естественно, к этому мероприятию, то, что показывает данный опрос, абсолютнейшее большинство рижан относится или негативно, или крайне негативно. Активно протестуют то, что мы видим антиглобалисты, и причем им же не запретили проводить мероприятия, они просто будут с другой стороны этого забора Верманска парка проводить, соответственно, свою акцию в соответствии со всеми нормами демократии. Но, если мы говорим про угрозы, предположим, кардинал Пуец, чье мне не очень важно, он высказал предложение, что если кто-то хочет протестовать, то самое правильное было бы просто игнорировать то, что происходит в центре города в этот день, и в центре города не появляться. Это то, что высказывают представители конфессий. Полиция, со своей стороны, в первую очередь, естественно, это государственная полиция, муниципальная полиция, естественно, всю поддержку окажет не только во время парада, но и в течение всей недели. Думаю, что в городе будет порядок. Но мы город, который принимает сотни тысяч туристов порядок обеспечить, чтобы нас не показали где-то за границей не в нужном свете, но это мы сможем. Ну, переходим к делам насущным. Самая актуальная новость из Рижской думы, это то, что самоуправление пересмотрело налог на недвижимость. Многие услышали только фразу, что налог увеличится, но и будут какие-то льготы. Давайте подробно расскажем. Давайте, во-первых, когда мы говорим об увеличении ставки, это касается, в первую очередь, владельцев земли. То есть всех владельцев квартир, которые живут в Пуртсенсе, именте, зептной аккаунте и так далее, это не касается. То есть вы как платите 0,2, 0,4, 0,6% в зависимости от зоны, так вы будете продолжать платить, вас это не касается. Некоторые испугались, увидев норму про 30 минимальных квадратных метров. Эта норма не относится к владельцам квартиры, она относится к несколько десятков таких домов. То есть в Риге, где в силу разных причин квартиры не были разделены как отдельные объекты собственности. То есть, опять же, это не касается основной массы рижан. Касается это владельцев земли, по закону ставка должна быть 1,5%. Мы исторически применяли пониженную ставку 1%. Сейчас было принято решение перейти на 1,5%. То есть мы тех, кто относится к более состоятельной части рижан, они будут платить больше. Параллельно мы вводим скидки. А причем скидки коснутся и земли, и квартиры. Для семей с детьми. Один ребенок 50%, два ребенка 70%. А еще будет повышена ставка. Она будет повышена очень резко, до 3% за неубранные территории. То, что мы очень успешно делаем сейчас развалинами, где, применяя эту ставку, мы, в принципе, вынуждаем или сносить, или приводить в порядок. Теперь территория, где, скажем, находится нелегальная свалка. Все, владелец будет платить 3%, поверьте мне, он за 2 месяца вычтет сам все. Нам не нужно будет тратить свои средства, и порядок будет в городе. Увеличивается ставка на квартиры до 1,5%, если в квартире никто не живет и никто не задекларирован. Квартиры, которые принадлежат банкам, которые забрали, предположим, или купили, или по каким-то другим причинам, и иностранцы. То есть здесь тоже все логично. Почему мы это делаем? Главная причина, что все время говорится о том, и прогнозы действительно, то есть это не только слова, а прогнозы так и выглядят, что будет, что в следующий год будет экономически сложно. Министерство финансов говорит, что самоуправление не соберут подоходный налог в том объеме, в котором это было в следующем году. И нам для того, чтобы сейчас выровнять бюджет на следующий год, когда возможен действительно экономический кризис, чтобы сохранить, по крайней мере, нынешний уровень. Но мы принимаем это решение. Но мы принимаем его в прогрессивном плане, что богатые платят больше, и семьи с детьми меньше. А когда вступает в силу новый налог? С 1 января. С 1 января. Будут ли в следующем году повышаться тарифы на общественный транспорт? Нет, у нас сейчас тарифы выровнены по уровню себестоимости. Плюс идет округление, то есть нет никаких причин для того, чтобы себестоимость особенно колебалась. Она, если мы говорим по сравнению с прошлыми годами, снизилась на примерно 2,5 евроцента. Мы будем вводить новые продукты, и то, о чем мы сейчас ведем, рабочая группа ведет нормально, абсолютно разговор, чтобы на отдельные проездные мы смогли дать скидку для обладателей карты Рижан. Это будет, а себестоимость меняться не должна. Многие политики утверждают, что Латвии не грозит экономический кризис, а вы буквально несколько минут назад сказали, что в следующем году он все-таки может наступить. Это именно кризис? Но, предположим, Министерство финансов сейчас говорит о том, что сокращение собираемости налогов уже уровень минус 150 миллионов по следующему году. То есть, ну, все показатели есть. И плюс, если мы посмотрим на, опять же, отношения между Европой и Россией, ну, нас это касается. К сожалению, нас это касается в значительной степени, и это тоже нужно принимать во внимание. Лето – это время, когда ремонтируются дороги. Сейчас островной мост активно тоже строится, ремонтируется. Все в установленные сроки происходит? – Мост закончит в этом году, а в следующем году мы начнем, и это будет еще два года, ремонт всех эстакад. – А когда наступит тот момент, когда ни в одном дворе в Риге не будет ямы? – Ну, смотрите, дворы не ремонтировались с 91-го года. А четыре года назад никому в голову не могу прийти, пожаловаться в Думу или кому-либо на то, что у тебя разбитый двор, потому что разбитый двор считалось абсолютно естественным состоянием вещей. Сейчас, когда мы их начали ремонтировать, все начинают жаловаться из сериала. Соседи отремонтировали, у меня нет. Но это еще три-четыре года, потому что в Риге она не маленькая. – А планируется ремонтировать центральную улицу, улицу Бриебас? – Бриебас, если все сложится нормально в следующий год, от Юглы до Старого города – это порядка восьми миллионов, включая тротуары и все-все-все. Ну, рассчитываем, что в следующем году Бриебас мы сможем потянуть. – Правда ли, что вблизи от парка отдыха на Луцевсале могут построить стоянку в стиле «Парк энд Райт»? – Это планируется. Я не буду обещать, что мы успеем к зиме, но то, что весной это будет, да. Причем тоже сразу нужно понимать, прозвучало, что на Луцевсале будет парковка, но не стоит забывать, что Луцевсала – парк – это парк, южная сторона – это 100 гектаров, а парковка может быть, я не знаю, полгектара, да, то есть минимальная часть. – Ну да, мы планируем одну сделать на Луцевсале, то есть оставляешь машины, мост будет завершен, ремонт, соответственно, полоса общественного транспорта, ты можешь без пробок доехать до центра города, парковка внизу, естественно, бесплатна. Планируется еще по пути исследования 4-5 трамваев, то есть принцип, чтобы был или трамвай, или полоса общественного транспорта, чтобы можно было убедить водителя пересесть в общественный транспорт. Дуолы с той стороны въезд, но вот это на следующий год у нас вот эти будут первые эксперименты. – Не могу не спросить о диких кабанах, потому что постоянно появляется новая информация о том, что они опять куда-то вышли, опять их заметили, и видео есть. Дума решила, что с ними делать? – Про диких кабанов. Быстрого решения не может быть по определению. Я понимаю, что в отдельных микрорайонах люди волнуются, кто-то чувствует себя испуганным, потому что это непривычная ситуация, когда перед домом может пробежать большой кабан или стадо этих поросят. Но, во-первых, они сами к людям не идут. Люди избегают, и если их не провоцировать, причем серьезно провоцировать, никаких конфликтов не будет. Мы не можем и никогда не возьмем на себя, и никому другому не дадим взять риск стрелять в кабанов в пределах города, в черте города. Даже если, предположим, будет такое активное требование со стороны жителей, этого делать нельзя. Потому что нет никаких гарантий, что могут промахнуться. Ну, потому что как? Ну, это не компьютерная игра, да? Ты не мышкой целишься. Если ты промахнулся, куда улетит пуля? Неизвестно, она может попасть. В окно, в машину, в человека. Ну, ты не можешь в бикернехскому лесу охотиться, потому что вокруг гуляют десятки и сотни людей с детьми, собаками, спортсменами и так далее. А плюс другой риск, если ты попал даже в кабана, если ты его только ранил, то потом три часа ловит действительно агрессивное животное. Риски тоже большие. То есть сейчас мы работаем... То есть комиссия называется у нее огромное страшное название в этой комиссии, потому что она не может называться комиссией по отлову свиней. То есть должно было быть какое-то бюрократическое и нейтральное словообразование. Но когда она должна дать свои уже варианты решения? Нет, она дать ничего не может. Мы сейчас работаем с охотниками, которые будут этим летом пытаться их поймать. Причем поймать, опять же, мы не хотим, чтобы в ловушке, которые поставят охотники, в результате мы переловили всех собак на югле и потом будем ругаться с владельцами собак. То есть это требует времени. Ну, последний вопрос очень коротко. Скоро лига, на набережной снова будет мероприятие. Сколько человек ожидается в этом году? Будет опять выступать Раймонд Паус, опять с новой программой. В прошлом году у нас было, если не ошибаюсь, 1060. Думаю, вот в этот же уровень или сохраним, или больше. Плюс у нас в этом году планируется, что у нас будет большой турнир по карточной игре с Уолом. Так что это тоже привлечет наверняка интерес. На набережной будет хорошо. Погоду мы не гарантируем, а все остальное обещаем. Большое спасибо за это интервью. Спасибо вам. Напомню, что в нашей студии был мэр города Риги Нил Ушаков. Продолжение следует...